Горзинский район, 136 населённых пунктов. В 50 населённых пунктах население входит в воду из колодцев, храников и индивидуальных скважин. В 86 населённых пунктах есть организованное водоснабжение от артезианских скважин и водоснабжения. В районе 37 артезианских скважин, две из них непригодные для педали с целью из-за засолённости. На 7 скважин имеются лицензии на водопользование, на 28 скважин лицензии не оформлены и не получены. Протяжённость водопроводных сетей по Бальзинскому району более 270 км и износ водопроводных сетей 80%. Водоснабжение населения и организации осуществляют в первую очередь, какая территория, подают воду в поселке Бальзино, деревни Таркепик, Кистым, Кожила. О, Комустрой обеспечивает населённые пункты муниципального образования Корсавейское. МУП «Энергия» по подаче воды в деревне Андрешур. СПК «Сергинский» обеспечит подачу воды населённые пункты муниципального образования «Сергинское». Деревни Юнда и Исакова обеспечивают водой. По прогресс в других организациях, в других населённых пунктах обеспечением водой занимаются сельские посоления. За последние пять лет в районе замены четырёх водонапорных башен отремонтировано семь артезианских скважин. За последние пять лет отремонтировано четыре участка водопровода и в посёлке Бальзино построено 6,7 километров водопроводных сетей по программе обживания сельских территорий. Ситуация с водоснабжением потребителей в посёлке Бальзино и окрестных деревень постоянно ухудшается. Это связано в первую очередь с обмелением и зарастанием ретичи цепца, являющихся единственным источником водоснабжения. В целях повышения надёжности подачи воды в 2015-2016 годах были проведены работы в расчистке приёмного колодца, проведены работы осенью 2016 года, проведены работы по углублению русла около водозабора. Зимой этого года установлен погружной насос для подачи воды при низком уровне реки Чепца. Вы знаете все, что в 2015 году у нас три дня по посёлок и деревне были без воды, из-за обмеления была остановка намного насоса, и чтобы предупредить эти меры, сейчас ведётся эта работа. В 2016 году за счёт свес районного бюджета заключены два муниципальных контракта на разработку проектной, на проведение проектно-изискательских работ. Первая эта очередь это российское русло реки Чепца, 4 километра, и капитальный ремонт водозабора. ориентировочная стоимость проекта я уже сказал, уже сказали, 160 километров, 160 миллионов рублей. Вторая очередь это уход от реки Чепца, поиск альтернативного источникового водоснабжения. Недалеко от посёлка Бабалезимонное находится Кистымское месторождение воды. Сейчас заключен контракт на проведение проектно-изискательских работ и по строительству водовода и разбудивание 11 скважин с этого месторождения. Срок исполнения обоих контрактов 1 августа 2017 года. По данным, которые мы получили по результатам анализа 11 апреля в воде, которая находится в Верхгей-Кистымском месторождении, обнаружено превышение кремния в 11,7 раза. Это потребует, если первоначально строительство предполагало, что ориентировочно 250 миллионов рублей, то строительство дополнительной установки по очистке от кремния потребует ещё дополнительно 55 миллионов рублей, а также потребление около 800 кубов воды ежесуточно для очистки воды. 9 апреля 2017 года в адрес обслуживающей организации УК ЖКХ Территория поступили обращения от жителей по поселкам Бальзино. о наличии резкого запаха из водопроводной сети 10 апреля 2017 года. По этому вопросу состоялось заседание районных комиссий по чеченному ситуации представителями Центра гигиены и эпидемиологии в Москве Республики в городе Глазово был произведён отбор воды в реке Чепца и приплогах реки для проведения анализа на качество воды по биологическому и химическому составу. 11 апреля при администрации района состоялось заседание санитарно-противо- гигиологической комиссии под обстоятельством руководителя управления Роспотребнодзора Матюшина Наталья Сергеевна взяты пробу воды на наличие вирусных инфекций в водозаборе в поселке и распределительных сетях. Приостановлены занятия в образовательных школах и закрытые детские сады. 12-го был организован подвоз питьевой воды на социально значимые объекты с круглосуточным прибыванием в первую очередь Болезинский детский дом и стационар районной больницы. Следующий я вас перебью. Очень информативный но очень долгий доклад. Все, кто здесь участвует глубоко погружены в ситуацию. Я вас попрошу тогда резюме по этой теме сделать. я услышал уже 160 200 плюс 55 миллионов и так далее и так далее. Подрезюмируйте что необходимо сделать, какой вы горизонт планирования видите по данной проблеме. Я так понимаю, что для Болезинского района она одна и самая ключевая. Большинстве населенных пунктов водопровода ситуация осложилась так, что большинстве населенных пунктов Болезинского района нет, никакой документации на водопроводы. По подачу воды осуществляет сельский поклон посоление. До принятия изменения закона о конституционных соглашениях ни поселение, ни районная администрация не могла передать эти водопроводные сети ресурсно-соснабжающие организации не могли привлечь дополнительные средства на приведение сетей в порядок. С 2017 года полномочия от поселений сейчас переданы на районный уровень. Уровень сейчас идет передача водопроводных сетей от сельских поселений в район и сейчас совместная задача районной администрации подготовить конкурсную документацию и найти конституционера чтобы пришла гарантирующий поставщик и начала работу по улучшению ситуации с водопроводным водопроводным районным. Хорошо. Иван Васильевич Марин основе чемпионации министр энергетики ЖКХ и государства Дмитрий Дарьков и студентов